так и так здравствуйте дорогие друзья сегодня мы снимаем я уже не уже мозги от холода плохо работают реально везде задувает и сейчас заехали в дома чтобы хотя бы не было бокового ветра недавно снимали cayenne и естественно у нас сегодня на тесте инфинити q50 когда они позвонили предложили на тест один из подписчиков автомобиль не хочешь снять инфинити q50 а как известно инфинити вообще сменила наименование раньше все было просто fx 35 мотор 35 в 6 fx 50 5-литровый мотор g35 3.5 мотор g25 2.5 мотор и все вот m50 5-литровый мотор а сейчас куси qx 70 думаю я когда услышал думаю 7-литровый мотор наконец-то в fx поставили и он будет обезьянтик 6 м и все остальное нет почему эту машину q50 назвали непонятно что у нее 5-литровый мотор нет непонятно зачем они все поменяли у меня теперь все кашу в голове какие я не понимаю зачем они поменяли вот именно индексацию с воды своей модельной линейки и так на тесте у нас сожалению не 5-литровый мотор здесь стоит да здесь всего лишь у нас двухлитровая надувная рядная четверка мощностью 211 лошадей есть еще более мощная версия гибридная но она недоступна и действительно стоит нереальных денег в общем это не интересно вот пожалуйста задний привод 211 лошадей базовый автомобиль стоит миллион пятьсот пятьдесят это группа старые цены опять же повторяюсь непонятно что сейчас курсом вот конкретно этот автомобиль миллион восемьсот стоит примерно вышел владельцу естественно автомат сразу у нас видно лет фары и ну в принципе другим они ничем не отличаются по моему от базы тренировочка здесь очень хорошо смотрится до серая такая красивая даже серый цвет идет но согласитесь что инфинити и лекс и лексус хотят вбиться опять же в борьбу знаменитой немецкой тройки там у нас серьезные игроки там трешка бмв ауди а4 мерседес c-класса это машины вот и у японцев и лексус аэс и вот эта вот задача хотя бы какую-то часть рынка на себя на себя подтянуть они делают это нестандартным дизайн действительно и лексус аэс и это смотрится шикарно вот здесь огромная пасть прищур хищная стойки закатаны в одно это приемник естественно кто машина ну разбирается джишки предыдущий смотрится стремительно она внешне вот ну мне кажется это вообще идеал такого быстрого седана этого класса смотрится клёво неважно какой цвет дизайн здесь вообще на 5 баллов машина мне внешне очень нравится получше чем некоторые представители немецкой тройки значит дальше из-за холода опять же проблемы с мышлением почему-то 14,5 миллиметров здесь клиренс задний привод естественно надо отметить что автомобиль не для нашего сурового не для наших суровых российских условий поэтому в общем вот так вот ну что давайте посмотрим вкратце я расскажу про техническую часть и наконец-то мы поедем извиняюсь 126 миллиметров дорожный просвет но это очень мало значит но в лес на покатушке с нами точно эта машина не поедет следующий раз хотя на девятке если у вас девятка без проблем и вас ждем значит что касается техники автомобиля просто что касается техники автомобиль построена знаменитой заднеприводной платформе инфинити но на ней же строилась и предыдущая джишка на ней же строится и и x и fx там просто устанавливается муфта который часть момента переходит передает передает на передние колеса платформа всем известная в основе у нас спереди здесь двухрычажная подвеска сзади многорычажка в принципе это уже не макферсона и можно сказать что автомобиля все есть задатки driver's car действительно ну что я помню как пуляли предыдущие g35 с атмосферной моторами полноприводными это просто это это пять с небольшим секунд они набирали и действительно были очень надежные я раньше тоже передвигался на автомобиле инфинити и могу сказать с точки зрения надежности проблем там нет но это было давно пока на них не стали ставить турбомотор такой турбомотор мы видим сейчас мерседесовский агрегат с чугунным блоком еще раз повторяюсь надувная четверка алюминиевая голова теоретически она пока проблем не должна вызывать но опять же к сотке мы уже посмотрим у нас не всегда качественные масла у нас не всегда качественный бензин поэтому все может быть время как говорится покажет но пока по факту с точки зрения минимальный расход максимальный разгон но это всегда у новых автомобилей бывает так когда производитель выводит на рынок но мотор мерседесовский также у нас установлен 7-ступенчатый автомат но в принципе по технике я думаю все все достаточно достаточно просто ну не просто мотор достаточно сложный вот я думаю что возможно с ним дальнейшем владельцы и нахапаются различных приключений историй там форум полна 8 страниц но пока говорить ничего плохого не буду пока то что неизвестная проблема а как прогревается нормально даже на ходу то есть ехать не надо ой то есть на месте нагреваются да проблем заводом не было ну значит пока все хорошо расход честно только по городу вот с климатом зимой а по трассе десятка но 12 литров по городу на трассе в принципе все давайте закроем но вот честно могу сказать инфинити они красивые но смотришь вот этот вот значок но сто процентов видно что вот клевая тачка вот дизайн мне нравится вроде кажется инфинити серый цвет не подойдет но вот смотрите как все лаконично смотрится кстати хром на сером смотрится сочетается в более лаконично мне кажется чем на черном он как-то не не выпирает и вроде как-то лаконично подчеркивает цвет и стиль вот в этом цвете мне кажется кушка и раньше назвал джишки кушка смотрится шикарно мне нравится так а здесь интересно есть камеры по кругу нет нет раньше вот в фиксах вот по крайней мере здесь были камеры камеры и она по кругу на 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 зеркалах и здесь все показывают да и так ну сейчас пройдемся вокруг машины посмотрим ну что хороший японский премиум замечательно все собрано двери тяжелые закрывается таким приятным звуком то очень тяжелая дверь как будто вот найти когда на приори там кладут килограмму шумки интересное с точки зрения дизайна решения на большой угол обратите внимание на широкий угол открываются двери так что собрано действительно все хорошо ощущается качество ну машины конечно не дешевая надо признать максималках по 2 миллиона практически но тем не менее тонировать конечно нельзя но это неправильно это не по закону но как они как красиво смотрится тонированная да классно любой цвет приобретает такой прям настоящий дизайнерский подход с тонировкой ладно давайте в салон что-то это тоже наконец-то можно снять шапку ключ упал спасибо здесь есть доводчик ключа до водителя если вы уроните это особая опция по форме ключи не изменились такой же овальный брелочек но опять же насадимся везде все по максимуму кожи перетянули строчка ну что ощущение был премиума белая строчка салон такой весь но в черном на черном мне кажется смотрится скучновато вот здесь бы не хватало какой-нибудь вот вставки из другой кожи чтобы как-то салон небольшой да надо отметить что автомобиль этой серии никогда не отличаются пространством но тем не менее я себя скованным не чувствую мой рост метр девяносто два у нас механическая регулировка спинки с рычагов так по высоте мы тоже но механические настройки сидения хотя за 1.8 можно было бы уже конечно же воткнуть электропривод вот этого часть очень не напоминает fx расположение дефлекторов очень сильно похожи вот форма бардачка все как на fx то есть когда еще в прошлом году или позапрошлом году делал обзор в жене на этот автомобиль я сразу же это подметил а в остальном рычаг все по фирменному сделано давайте сейчас я заведу мотор и мы посмотрим поближе и так сейчас будет волшебство мы сейчас будем заведеть машину тут всякая появится но мне так кажется хотя не знаю так держи вот прибор и вот так смотрите пошла infinity а тут а вот тут загорелась тут загорелась infinity touch то есть ну на основе естественно так 10.6 ну смотрите вот 10.6 расход сразу ну понятно что где во первых непонятно вот эти два дисплея можно было стилистически мне кажется объединить в один но это на моем кто тут тут один навигатор здесь у нас анти радар 2 навигатор но могу сказать что действительно приборы фирменных таких синих колодцах тахометр спидометр здесь видно расход топлива очевиден 10.6 так здесь у нас расход топлива по компасу положение автомобиля что очень для внедорожная тема конечно на самом деле контроль шасси зачем нужен не понимаю нет предупреждений все в принципе запас хода среднюю скорость в общем понятно так здесь у нас но не быстро работает подтормаживает not по сравнению с конечно с телефонами чуть тормозит здесь все очевидно телефон информации настройки автомобиль ну здесь можно все прикосновить все по-русскому здесь написано вот bluetooth почта телефон экран ну в общем стандартный набор обратите внимание у нас навигация полноценные причем некоторые в автомобиле не показывают тот адрес где мы снимаем сейчас прям конкретно показывает обновляется на рано на часто так здесь у нас по бокам естественно так как управлять климат можем от вот обратить внимание климат здесь мы можем распределять потоки все видно так далее подогрев лобового стекла подогрев заднего стекла в принципе ну вот в отличие от каена машина не перегружены кнопками здесь в принципе все сделано лаконично легко все понять подогрев сидений все это понятно селектор д ручной режим плюс-минус ну это джойстик управление навигацией как мы видим здесь а вот по волге то так далее значит drive mode в принципе меняет так настройки шасси отлично отлично прорисовка отличная мультимедиа все очень красиво сделано это снег то есть это в основном влияет на настройки педали газа работу автомата в принципе как и в стандарте но красиво все прорисовано можно конечно вручную менять то есть если мы зайдем меню инфинити драйв и здесь все можно опять же двигатель коробка передачи мы можем уже под себя настроить ну что можно сказать действительно хороши хорошо все сделано вот руль я был обшил более к из другой кожи вот а так не придраться вот трогал вот эту часть вот сейчас на колене ну вот вы может быть раньше или поздно видите вот она скрепела здесь не скрипит там она скрипела качество сборки здесь хорошая чем попробуем назад сесть и так немножечко опустил стекло чтобы лучше видно стандартные кстати места крепления детских сидений isofix подлокотник с подстаканниками задний дефлектор опять же расположен очень удобно всегда задние пассажиры не будут мерзнуть теперь все хорошо ну вот сам за собой сижу вроде бы машина место есть коленками я не упираюсь место над головой хватает и сказать что сзади тесно вот я не могу действительно место есть в отличие по крайней мере от предыдущего аэса там места вообще нет вот здесь она большая машина для задних пассажиров уж точно что багажник будем или не надо нам багажник снимать давай ладно покажем багажник и так багажник открывается либо с кнопки либо салона попробуем открытию с кнопки с брелка а а когда так она не откроется да действительно а то вы стоите в пробке у вас этот багажник открывает там в тихаря тогда надо ее заглушить и так вот сейчас заглушили автомобили сейчас он должен открыться еще бы его электропривод багажник такой достаточно глубокий но не объемный здесь если вас закрыли в багажнике есть кнопочка открыть мало ли что бывает а чё докатки нет вообще ничего нет ремкомплект а насос и фигня это все ночью вы с этим насосом на трассе с ума сойдете со жгутом ладно багажник не основа давайте поедем так выезжаем машина конечно красивая такая эффектная да такая низкая но конечно задний привод или пучки не дадут нам сегодня в полной мере оценить управляемость этого автомобиля и жрать газ не разбирая покрытие уже музыка сейчас опять что давайте сейчас я просто салоне едем 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 шумоизоляция могу сказать на 100 по децибел такая же как на карене что-то странно а ну хотя на карене была шипована резина здесь липучки поэтому надо да 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 там здесь у нас не шипы хотя каен на шипах получается ехал так же как и это без шипов на ровном ассальте при скорости 90 так ну что выезжаем ну конечно вы понимаете что темнеет но тем не менее я думаю страшно ничего нет очень упругая педаль газа очень упругая напольная она чем-то мне напоминает bmw именно 39 кузова самое интересное что естественно шасси переработали сделали все упругие элементы и крепления подрамника все резиновые элементы более жесткими чтобы в целом улучшить управляемость отзыв руля удобством управления автомобилем чтобы появились у нас правильные отклики руля чтобы сделать машину отзывчивой но интересно то что в топовых комплектациях здесь рулевое управление бывает рулевое управление на электротяге то есть прямой связи между водителем и рулем здесь стоит обычная рейка а вот на более дорогих комплектациях стоит электроуправляемые три электродвигателя которые отслеживают движение баранки и с этим же значит градусом поворот руля они также регулируют и поворот колес вообще с одной стороны как-то не ну согласитесь что-то сломается ты поворачиваешь а моторчик заклинил и ты как ехал так не видишь очень страшно с одной стороны но с другой стороны технологии нас тут далеко вперед поездить бы на такой машине попробовать но опять же это максимальный комплектация попробуем ускорить вот если капот открыт он показал бы да вроде нормально закрыл да и все время страх что я испытываю машину поговорю про техническую часть а потом а как вдруг вот капот откроется это же лобовуха крыше капот так давайте попробуем кольцо пройти мы ни в коем случае не будем включать систему стабилизации очень хорошо уверена задний привод прям липучка цепляется по за сухой асфальт идеально задний привод все-таки хорошая вещь на сухом покрытии прям знаешь нет радуешься вот 140 машины едет по плохой дороге шум ветра мы не слышим если были шипы было бы шумнее как я уже показал наш прибор сейчас уровень хороший мы не подруливаем обратить внимание автомобиль едет очень плотненько собрано хотел бы ответить очень неправильное положение то есть она не тернутая машина да то есть не очень резкий руль и тем не менее напрямую такую солидную она устойчивость сохраняет а вот тормоза хорошие тормоза хорошие тут вот опять же сравниваю с каеном отклик неплохой на педаль тормоза вот в первые 10-15 процентов грубо говоря прогиба педалей есть положение 7 фиксации есть и действительно очень удобно дозировать хотя вот к этим тормозам тогда я когда я тестировал каену я признался что все-таки может быть я не привык к этим тормозам я привык сразу же и моментальней попробуем выиграть ну неплохо неплохо но вот еду руль вот руль бы я перешил хочется чтобы был потолще из более дорогой кожи вот из таких мелочи вроде а как-то отдалит вот перешить хорошей кожей руль был вообще замечательно просто идеально ну давай икс что ты можешь 3 литра с места хорошо он пыльнет трехлитровый но вот ходом вертвяки не едут они нормально потому что потеря на полном приводе еще дизель не едет еще вот давай 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 сейчас будет ужасная дорога крейсерская скорость у нас почти 140 мягко да реально мягко вот это неровности машина хорошо отыгрывает так я бы конечно здесь в идеале добавили мастерское переключение на руль попробуем спорт режим к сожалению не обозначение передачи загораживает гоупрошка о хорошем подожди очень мне понравилась реакция руля он легкий когда вот на 20 повороте он очень легкий вот но мотору не хватает момента на низах конечно ничего здесь не сделаешь когда нужно повышенную переключить так едем попробуем спорт режим под спорт автомат принципе должен держать передачу сейчас надо бы немножечко опустить чуть-чуть все-таки от малыша здесь все-таки был лучше смотрелся хватает момента на низах я даже думаю будет сложновато ее взорвать звонок в занос не из-за того что мощность ну шасси не позволяют а то что он на низах плохо тянет автомат немного не очень быстрый то есть он переключает задержками опять уступая дорогу и звук такой наверхах так вы знаете не хватает мощности но я делаю все что я могу шоссе очень клево управление действительно чувствуется что работали шоссе очень клево мне очень понравилось очень обратная связь на руле все вот есть тормоза шикарная подвеска но мотора не хватает на мой взгляд не то что не хватает в принципе его может быть он покажет сейчас хороший показатель до 100 что мы сейчас и проверим но тем не менее момента не хватает все-таки сюда бы как лошадей 300 плюс как был от малышей немножечко в активном в активном педалирование так скажем зачем туда смотрит камера не работает непонятно не хватает момента мотора все-таки снизу что брал и мотором не поспел коробка тоже не очень быстро здесь как образец на 18 чем у нас там быстрого но если взять автомат быстрый да но можно сравнить с закурами там быстрый автомат очень не роботы я говорю то есть есть быстрый автомат реально так ну что попробуем замерить динамику но не замерим конечно сейчас бессмысленно хотя на потому что нибудь с ложек не взял думал что будет снег хорошо чувствуется начало подхватывание турбины прям момент есть ну вот я как и говорил по факту вот с места он ускорится ему хватит динамики чтобы показать результат но там где нужно немножечко на низах вытянуть немножко не хватает и они не могут на мой взгляд найти общего диалога с коробкой коробку хотелось бы немножко побыстрее хотя по прямой быстро переключает передачи но вот когда ты едешь таком судорожном режиме хочется больше понимания с этим агрегатом а так сам автомобиль конечно хорош вот так наверно не будем опять выходить из машины или будем я спрашивали то что ты молчал волоса ты хочешь выйти нет конечно я не хочу выйти итак что можно сказать во первых по технике скотт сказал все уже я думаю что этот автомобиль найдется клиента в россии для тех кому ауди мерседес бмв кажется банальщиной как то в принципе выделиться из толпы благодаря такому незурядному дизайну очень дизайн здесь сильная сторона и могу сказать что этот автомобиль может соперничать да и по управляемости им потому что хорошие шасси хорошие тормоза хорошее активно рулевое управление интересно было бы просто попробовать версию с большим мотором но там уже гибридная установка и опять же все таки я выступаю за старые добрые атмосферные моторы как как тип они как олдскульное поколение но тем не менее вот но я опять же говорю я уверен что есть много интересных программ да чтоб перепрошить этот мотор и может быть добавить немножечко но низ но низах надо чуть-чуть добавить что прям был идеально и возможно поработать немножко с выхлопной системы чтоб наверхах был звук двигателя более задористый вот вот в принципе опять же мерзнем спасибо большое за внимание ставьте лайки и до встречи пока